Марина Федоровна, добрый день, уважаемый господин посол, уважаемый госсекретарь, приглашенные, дорогие наши медицинские работники, представители СМИ. Для нас с вами сегодня замечательный день. Сегодня мы в очередной раз получаем помощь от Европейского Союза совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения. Это часть проектов, которые осуществляет Европейский Союз совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения. Это передача средств индивидуальной защиты для наших медицинских учреждений. Мы очень рады, что наравне с рядом государств оказались и мы, Республика Молдова, в том числе и наша замечательная ГГУЗИ, наши медицинские учреждения трех районов Чедерлунского, Камрадского и Вулканежского районов сегодня получат средства индивидуальной защиты. 62 300 единиц – это защитные очки, халаты, маски, респираторы. То, без чего не может обойтись наши медицинские учреждения. Эта помощь бесценна в настоящее время и мы благодарны за то, что своевременно поступает эта помощь. И она может помочь как нашему населению, жителям ГГУЗИ, так и нашим медицинским работникам улучшить и качество оказания медицинских услуг. Слово для приветствия предоставляется Башкану ГГУЗИ, а то ГГУЗИ Ирине Федоровне Влах. Всем добрый день, уважаемый господин посол, уважаемый господин государственный секретарь, уважаемый представитель ВОЗ, руководитель наших медицинских учреждений. Я рада всех вас сегодня приветствовать на этой площадке. Мы давно не виделись, к сожалению, эта пандемия внесла свои коррективы, не очень приятные. Мы столкнулись с вами с очень большой проблемой, которые абсолютно не были готовы, не были готовы и кадрово, не были готовы и материально в этом плане, то есть речь идет об экипоменте, речь идет о снаряжении. Мы многое с вами не понимали три с половиной месяца назад. Мы очень сложно проходили этот путь. Эти три с половиной месяца были как три с половиной года, и всегда была проблема, проблема с тем, как преодолеть страх, проблема с тем, как оказать вовремя необходимую помощь нашим жителям автономии. К сожалению, более двухсот сотрудников медицины у нас заболело, у нас есть люди, которые умерли от ковид, 70 человек в ГАУЗИ умерло, 1620 человек у нас официально были зафиксированы как зараженные. Это большая проблема, с которой мы еще не справились, она еще не завершилась. Мы еще до конца с вами не понимаем, что будет происходить осенью, но тем не менее я считаю, что у нас произошло определенное переосмысление. Мы уже реально оцениваем обстановку, мы уже готовы к тому, чтобы продолжить борьбу с ковид, и во всей этой ситуации мы оказались не одни. И слава богу, что у нас есть надежные друзья, у нас есть наши международные партнеры в лице Европейского Союза, вместе с нами Министерство здравоохранения, вместе с нами представители организации ВОЗ. И этот огромный дар, который мы сегодня получаем, действительно дорогой дар. Дар дорогой, потому что он нужный, и дар дорогой, потому что количество представленного оснащения на самом деле очень большое. В этой связи, уважаемые наши партнеры, огромное вам спасибо за внимание, за поддержку, за то, что вы вместе с нами, за то, что вы о ГГУЗе знаете, помните, поддерживаете. Огромное спасибо нашим медикам за то, что они, находясь на этом ответственном посту, на первой линии, в строю, несмотря ни на что, всегда оказывают первую помощь и поддержку. Всем нам здоровья, всем жителям, терпения. И дальше только вперед, преодолевая все те опасности, с которыми мы сталкивались до этого, чуть-чуть проще, чуть-чуть спокойней, потому что есть уже подготовка, есть знания, есть понимание. Еще раз огромное спасибо господин Михалкова вам, огромное спасибо государственный секретарь вам, огромное спасибо организации ВОЗ, нашим жителям, за такой хороший вечер, и за такие хорошие подарки, которые вы сегодня преподносите всем нашим медицинским учреждениям ГГУЗе. Слово для приветствия предоставляется госсекретарю Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Молдова, господину Александру Холостенко. Добрый день, уважаемый госпожа Башкан, господин посол, представители Семерной Организации здравоохранения, уважаемые коллеги, пандемия COVID-19 поставила в затрудненное положение системы здравоохранения всех стран, и Республика Молдова не является исключением в данной ситуации. Укрепление системы здравоохранения и защита медицинского персонала является для нас приоритетом. Только так мы сможем повысить качество медицинских услуг, предоставленные населению, и перейти через эту пандемию. Предоставленная помощь Евросоюза и ВОЗ является очень важной и нужной медицинскому персоналу, героям из первой линии. От имени Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Я также выражаю слова благодарности и Евросоюзу, ВОЗу, а также и вам, медицинскому персоналу, за тот вклад, который обеспечивает Республика Молдова в борьбе с COVID-19. Только через солидарность, через поддержку мы сможем преодолеть все трудности, которые предстоят нам, и иметь успех. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется господину послу, господину Михайлову. Добрый день всем, уважаемая Ирина Федоровна, уважаемый господин госсекретарь, дорогие работники медицинского сектора, дорогие представители МАЗМЕДИ, дорогие друзья. Я здесь сегодня рад быть именно потому, что опять в этот момент мы можем показать, что Европейский Союз является самым мощным, самым близким партнером, тем, кто поддерживает Республику Молдова, людей, которые живут в Республике Молдова, в том числе и Гагаузи, и мы здесь для того, чтобы и сегодня эту поддержку показать. Мы, как вы знаете, здесь предоставили много разных форм поддержки, но ни одна из них не была настолько нужной, наверное, как поддержка в момент, когда мы говорим о здоровье людей, мы говорим о жизнях людей, о вызове, который всех нас застал врасплох с этой пандемией. Но несмотря на то, что, наверное, все были неподготовлены, Европейский Союз с первого момента думал не только о себе и о своих гражданах, но и о людях, которые живут рядом, в наших друзьях, в соседних странах. И с самого начала мы начали тоже принимать усилия, чтобы поддержать тоже их. И через страны и члены Европейского Союза, через даже компании, европейские инвесторы, которые работают в Республике Молдова. И, конечно, через структуру Европейского Союза. С первого момента мы старались предоставить в любой форме то, что нужно. В первую очередь, конечно, в первой фазе это материал для защиты медицинского персонала, то, что помогает тем, кто борется в первой линии против этой пандемии, и то, что защищает тоже пациентов, людей, которые здесь живут. Я хочу главным образом выразить большое спасибо. Я склоняюсь перед вашими усилиями, дорогие доктора, дорогие работники сектора здравоохранения. Потому что вы это те, кто на самом деле стоит каждый день в первой линии этой борьбы. И я просто хочу сказать, что каждый доктор, каждый пациент, который может пользоваться этим материалом для своей защиты, это для нас самая большая победа. Это у меня в сердце лежит, я это хотел сказать. И я тоже хочу сказать, что мы будем продолжать эти усилия. В рамках программы «Солидарно, своем здоровье» мы сотрудничаем с нашими партнерами из Всемирной организации здоровья. С ними вместе мы привезли эту партию материала, которая предназначается для стран Восточного партнерства. Мы на прошлой неделе передавали в Кишиневе общую первую партию. Сегодня мы уже видим это распространение по районам Республики Молдова. Поэтому мы здесь. И я хочу выразить тоже благодарность государственным структурам за такую гибкую реакцию и за то, что эта помощь приходит к тем, где она нужна. Будет и вторая партия опять с медицинским материалом, с аппаратами, которые нужны для больниц. Но мы будем продолжать дальше. Будем инвестировать тоже в обновление и в улучшение качества тоже в институциях сектора здравоохранения. Это будет являться приоритетом и для нашей поддержки. Одним из приоритетов на следующий. Вместе тоже с поддержкой для опять восстановления экономической жизни общества. Потому что это нужно. Мы будем жить после этой пандемии, с которой мы вместе выйдем. Вместе сильнее. И мы будем вместе идти к совместному благополучию тоже. У нас есть для этого очень сильная связь. Есть договор об ассоциации, договор об сооруженной торговле. Я только что говорил тоже с местным бизнесом про то, как они тоже могут использовать все эти инструменты, которые у нас есть. Для того, чтобы возобновить экономическую жизнь, чтобы люди имели работу, чтобы деньги приходили от экспорта. И чтобы люди могли опять жить так, как они хотят видеть свою жизнь, жизнь своих детей там, где они живут. Мы вместе и мы будем вместе. Так что спасибо вам еще раз. И я рад, что я мог быть здесь в этот момент. Спасибо, господин Михалко. Слово для приветствия предоставляется представителю ВОЗ Стелла Георгитц и госпожа Стелла Георгитц. Уважаемые коллеги, добрый день. Госпожа Башкан, господин госсекретарь, посол Европейского Союза в Республике Молдова. Мне очень приятно находиться сегодня здесь, потому что этот момент приурочен к важным мероприятиям, которые внедряет Республика Молдова с момента объявления чрезвычайной ситуации общественного здравоохранения на глобальном уровне. Мероприятия, которые внедряются в медицинских учреждениях, но и за пределы, внедряют на основании международных медико-санитарных правил, над внедрением которых мы уже работаем несколько лет. Конечно, пандемия была новым вызовом для всех нас и меры профилактики передачи вируса, а также меры сдерживания сегодня приурочены к тому, чтобы снизить риск для заражения медицинских работников, но также всего сообщества. Мне очень приятно, потому что в марте месяце, когда еще не было ни одного случая заболевания в Гагаузии, я смотрю на руководителя больницы, Всемирная организация здравоохранения вместе с представителями Центра общественного здоровья и с представителями больницы провели оценку готовности реагирования на пандемию. Конечно, тогда мы сделали оценку и посмотрели, какие есть возможности оказания медицинских услуг больным, которые будут, которые с подозрением на ковид, а также как мы сможем обеспечить непрерывность оказания медицинских услуг. Конечно, на основании этой оценки были разработаны планы, планы реагирования, и мне очень приятно, потому что мы обговаривали, как потоки пациентов, как они должны поступать в отделение, какое лечение они должны получать. И хотелось отметить, что эти мероприятия оценки и разработки плана реагирования на пандемию были разработаны во всех больницах. Конечно, один из важных компонентов этой оценки был инфекционный контроль и профилактика инфекций. И мы понимали, что без этого компонента оказать качественные медицинские услуги абсолютно невозможно. И я вспоминаю, когда мы проводили оценку в глаза медицинской сестры из инфекционного отделения. В этих глазах я прочитала обеспокоенность, но в то же время это были глаза, которые говорили о том, что вместе, сообща, когда у нас будет общая работа в правильном направлении, мы сможем победить пандемию ковид. Конечно, до победы еще далеко, но дело в том, что сегодня медицинские работники, оказывая медицинскую услугу, выполняют огромнейшую работу и играют большую роль в оказании медицинских услуг. Это наши герои. Конечно, герои не могут быть сильны без поддержки. Поэтому сегодня Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейским союзом передает около 60 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, которые обеспечат, дадут возможность медицинским работникам чувствовать себя в безопасности, но также оказывать медицинские услуги качественно и в безопасных условиях. В конце я хотела бы отметить, что еще ни одна пандемия не была возможна завершить, победить без вовлечения каждого человека, вовлечения сообщества в целом. Поэтому сейчас именно тот момент, когда мы должны консолидироваться, когда мы должны вместе работать для того, чтобы победить и прийти к тому моменту, где не будут регистрироваться ни случаи заболевания и ни случаи смерти от COVID-19. И в заключение я хочу попросить наших коллег показать, какие средства защиты нам предоставила Всемирная организация совместно с Европейским союзом и показать, как ими пользоваться. Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за этот дар, который вы нам сегодня преподнесли. Поверьте, оно пойдет с пользой для дела как для медицинских работников, так и для пациентов. Потому что от того, как будут защищены медицинские работники, зависит здоровье наших пациентов, чтобы не было передачи внутри больничной инфекции от одного к другому. Из тех средств, которые нам получили мой дар, это одноразовые халаты, маски, перчатки и дезинфектанты. Каждый из медработников, идя на свой пост, должен понимать, что от того, как мы будем соблюдать все меры предосторожности, используя средства защиты, зависит здоровье нас самих, наших родных дома и здоровье наших пациентов, с которыми мы встречаемся каждый день. Поэтому средства защиты нужно не просто использовать, а правильно использовать, чтобы пресечь распространение сегодняшней инфекции. Поверьте, это защита не только от ковид-инфекции, а от передачи любой внутрибольничной инфекции. Поэтому, приходя на рабочее место, каждый из нас сталкивается с потенциально зараженным человеком. Потому что на сегодняшний день, вы сами видите, насколько маскируется картина ковид-болезни. Многие люди даже не знают, что они являются зараженными. И поэтому, придя в лечебное учреждение, даже бессимптомное, без температуры, он может быть потенциально опасен для всех окружающих. Поэтому медицинские работники, придя на свой рабочий пост, должны экипироваться, одеть средства защиты, использовать их правильно и по назначению, чтобы потом не произошли неприятные кадры. Придя на свое рабочее место. Хочу отметить, что при использовании средств защиты, вот, допустим, у нас в больнице, у нас есть ковид-центр. Хочу сказать, когда мы одеваем, снаряжаемся для того, чтобы зайти в красную зону, почти всегда медработник, он не находится один. Всегда ему помогают одеть эти средства защиты. А что особенно важно, помогает правильно с себя снять эту экипировку, чтобы не заразиться во время заражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При надевании перчаток мы стараемся заправить рукава внутрь перчаток, чтобы не было свободных открытых зон, куда может попасть инфекция, потому что пациент может чихнуть, покашлять, сидя возле вас. Вот, примерно вот так должен находиться на своем рабочем месте, медицинский работник, в частности, даже врач. Экипировавшись таким образом мы периодически, у нас у всех есть на столе дезинфектант, очень часто мы обрабатываем дезинфектантом, даже находясь в перчатках, и те же перчатки мы тоже часто обрабатываем дезинфектантом. После каждого больного перчатки мы можем менять, они у нас есть, снимаем их и утилизируем. Немаловажный момент, как я отметила, это процесс снятия с себя экипировки, потому что во время этого раздевания может произойти самозаражение. Поэтому мы, перед тем, как снять с себя экипировку, мы обрабатываем дезинфектантом. Снимаем с себя халат, выворачивая его и пытаясь не... Не, мы его срываем. Ну что, мы его срываем. Он рвется. Утилизируем, как опасные отходы, все мы складываем в желтые пакеты. Перчатки снимаем первую, так, чтобы не запачкать свою руху. И вторую. В последнюю очередь мы снимаем с себя маску, чтобы не тоже избежать заражения. Все таким образом разэкипировалось. В дальнейшем у нас эти отходы утилизируются, как опасные отходы. У нас это происходит путем сжигания. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал на нашем мероприятии. Еще раз хочу поблагодарить Смирную Организацию Здравоохранения и Европейский Союз за ту помощь, которую вы нам оказывали, оказывайте и, надеемся, еще будете оказывать. Поблагодарить медицинских работников за то, что они, переболев, возвращаются в строй, продолжают работать и оказывать медицинскую помощь нашему населению. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо за это. Спасибо. 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 Спасибо.